Гражданская война в Китае определила курс сегодняшнего Китая. В конфликте слеснулись силы Китайской республики и китайские коммунисты, или же гаминдановцы и коммунисты, которых, к слову, поддерживал Советский Союз. В 1927 году началась сама война. Причиной послужил разрыв союза между Гаминданом и Компартией Китая. Действия шли довольно бесполезны для обеих сторон, поэтому Японская империя с легкостью захватила северо-восточный Китай. В 1936 году генералы республики арестовали главу Каминдана Чан Кайши, заставив его согласиться на перемирие с коммунистами, чтобы объединиться против Японии. После ее капитуляции гражданская война возобновилась, однако уже с новой силой. Сразу после капитуляции Японии ни Гаминдан, ни КПК не могли установить контроль над всем Китаем, хотя Гаминдан имел более крупные, чем у Компартии военные силы, но они были сосредоточены на западе страны, а лучшие дивизии, вооруженные американским оружием, находились вообще в Индии и Бирме. В этих условиях Чан Кайши взял под командование войска бывшего марионеточного правительства Ван Зен Вэя, численностью 750 тысяч человек, и поручил им охрану городов, оставляемых японцами. Также они получили приказ Чан Кайши ни в коем случае не капитулировать перед коммунистами. В результате войска коммунистов не смогли взять под контроль железные дороги, центры коммуникаций и крупные города. Им пришлось занимать мелкие и средние города, отдельные участки железных дорог и прилегающую к ним сельскую местность. Получив 13 августа 1945 года приказ о наступлении, коммунисты смогли занять такие важные пункты на севере Китая, как Циньхуандао, Шаньхуайгань и Джанзякоу, также получив в распоряжении от советской армии районы внутренней Монголии и Маньчжурии. Это позволило Компартии начать переброску частей в эти районы задолго до прибытия сюда гаминдановских войск. На первых порах коммунисты перебросили на северо-восток около 100 тысяч человек. К ноябрю 1945 года вся территория Маньчжурии, севернее реки Сунгари, перешла под контроль войск КПК, китайской партии коммунистов. Американское командование на Тихом океане выделило воздушные и морские транспортные средства для переброски гаминдановских частей из западных провинций Ибирмы в северный и восточный Китай. Под предлогом приема капитуляции японских войск в Тангу, в Циньхуандао и Циньдао было высажено три дивизии американской морской пехоты. 1946. В январе заработало совещание, на котором спорили КПК и Гаминдан по поводу устройства страны. Никто не собирался выполнять решение о совещании. Вскоре США предоставили Китайской республике Гаминдана большой пакет военной помощи. В мае-июне 1946 года 310-тысячная группировка гаминдановских войск начала наступление на 60-тысячную группировку Ли Сянняня, оборонявшую Хэнань, потом на полумиллионную группировку. И таким образом начались полномасштабные военные действия. Основные соединения коммунистов во внутреннем Китае оказались не в состоянии противостоять гаминдановской армии с ее огромным превосходством живой силы и техники, поэтому они отошли в горные районы. В сентябре гаминдановские войска начали новое наступление, имевшее целью отрезать силы коммунистов на северо-востоке от их же сил в Северном Китае. В начале года противники сошлись в районе Шаньдун. Коммунисты смогли его защитить, уничтожив 55 тысяч гаминдановцев. Однако пришлось покидать мелкие города. В сложившейся ситуации коммунистические войска перешли к маневренным операциям. Первую половину года коммунисты попытались наступить на Герин. Они форсировали реку Хуанхэ. Южный берег послужил плацдармом для следующих наступательных операций. В середине августа войска пересекли Луанхайскую железную дорогу и, прорвав оборону гаминдановских войск, вышли в горный район Дабишань. Коммунистические войска снова форсировали Хуанхэ, западнее Кайфена, и, прорвав оборону противника, опять же, вышли в западную Хэнань, где создали новый освобожденный район, изолировав гаминдановские войска в Лаяне. 1948 Развернулось Ляошенское сражение в Маньчжурии, в результате которого была уничтожена полумиллионная группировка гаминдановских войск. Соотношение сил резко изменилось в пользу коммунистов. 1949-1950 Учитывая фактический развал фронта, Чанкайши обязал губернатора взять командование войсками в свои руки и оборонять территории подвластных провинций, применяя коммунистическую партизанскую тактику против самих же коммунистических войск, тем самым вернув ситуацию в стране к милитаристской анархии 1920-х годов. Возникла ситуация, каждый спасается как может. Войска коммунистической партии Китая в январе 1949 года штурмом взяли Тяньцзинь, командующий Северным фронтом гаминдановских войск Фуи Цзои, вступил в переговоры с коммунистами и подписал соглашение о капитуляции, сдав без боя Бэйпин. Ну и с этого момента коммунистические войска начали охватывать оставленные гаминдановцами города, устанавливая контроль в границах новосозданной страны. Армия гаминдана с каждым годом снижалась, а коммунистов росла. Потери первых составили в 6 раз больше, чем вторых, а общие потери в пределах 10 миллионов человек. На крови этих людей ко власти пришел Мао Цзэдун. Ну а на этом все. Ребят, пожалуйста, напишите хотя бы один комментарий, а то прошлый ролик очень сильно сбил статистику из-за неактивности. И ставьте лайки, 200 лайков и мне будет приятно. Также ищите пасхалку, комментарий с ответом закреплю через день. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok